всем всем салют ребятки у меня есть отличная новость я решил вопрос гена со звуком это значит что звук теперь видосах будет просто шикарный ну и сразу сходу можете оценить его написав комментарий и поставить лайк этому выпуску кто впервые попал на канал подписывайтесь мы зимуем зимуем в сочи и сегодня выбрались на прогулку всей семьей сейчас покажу куда вот мои сидят пацаны привет машите вот так вот смотрите в общем мы живем вот на той стороне реки это как бы получается другая часть адлера речка мазымта вы можете подумать кто не знает что она обмелела на самом деле это все не так когда с гор сходят сели она дополняется прям вот до этого края а есть вариант что она прям просто выходит но были такие случаи когда мы здесь жили был инцидент такой все было затоплено так идем мы с вами сейчас туда к морю в сторону мандарина так что это за фрукт в комментариях напишите в общем сегодня скорее всего на пляже мандарин будет очень много людей все потому что нас 2 до 2 или 3 дня три дня лил дождь да а сегодня плюс суббота 21 ноября и 21 ноября нас встречает вот такой вот шикарнейшей погодой просто шикарный вас мы тут смотрим некоторых ребят блогеров из крыма и в них там уже дубак там у них плюс 6 но как говорят они ощущается ноль уже как будто минус у нас кайфово у нас вот детки пытаются расстегнуться потому что действительно очень жарко дома деладейка не дает им это сделать ну посмотрите ну как как не зимовать ну кто-то говорит что холодно и мы знаете мы даже приуныли когда начались дожди вот эти два-три дня лили и было прям холодно дома холодно мы включали сплит-систему на теплый поток воздуха и немножко я даже приуныл но сегодня я проснулся от того что светит яркое солнце прям в голову ну кайф и кстати здесь вообще реки не было вот из-за того то что несколько дней лили дожди вот она немножко появилась цены решили хлеб точнее голубей покормить хлеба то нету как все выстрижено красиво конец ноября вот этот кайф брусника так большой детский центр какой-то а вон она площадка так и продолжается набережные вот начинаются уже комплексы мандарин так начинать сам комплекс мандарин если такая велобега дорожка начинается вон оттуда здесь получается на территории куча-куча всяких развлекательных баров бассейны и так далее и подобное сейчас мы залетим сверху будет все гораздо гораздо понятнее ну соответственно вот начинается этот пляж сейчас мы тоже что-то с вами пройдем я вот если честно про этот пляж вообще ничего не знал наверное из-за того то что он находится возле реки мы таких мест всегда избегаем потому что после дождей вся грязь с моря выходит туда и получается очень-очень грязное морюшко вот видите тут нету ну то кайфово бунгалы но все же закрыто потому что все не сезон классно вот такой у нас ноябрь людей очень много но ты верю связано с тем что сейчас выходной ну и плюс еще несколько я тут артем несколько дней были дождики давай ручку вот так тут красиво тут летом видите все функционирует он сейчас уже нет посмотрите сколько народище ребята это ноябрь хочу к пицце сотрите вот видите чили то так вот идет самолет на посадку давайте мы с вами посмотрим родион смотри как самолет как низко смотрите смотрите вот как он близко вот камера не передаст эту историю так да смотрите сколько людей что пойдемте на пляж ребят идем на пляж мы только что ели ухо там походу идут тучки вообще по погоде погода говорит что завтра стопроцентные осадки но посмотрим в общем этот пляж он видите песочный такой темный песок и вулканический шутка конечно видите он огромный широкий широкий здесь конечно летом все заставлено бунглами посмотрите какой у нас кайф все считается что в адлере именно в адлере да даже я в принципе 3 штат самый лучший пляж потому что он широченный на нем нету вот только там вот видите начинаются эти вот волнорезы и вот такая красота макдаки киевси в общем целый комплекс развлечений все тут есть рыбаки галька присутствует но вот этот песок он весь завезен искусственно но его короче тут очень много слышите ну летом здесь точно кайфово наверно какие такие моменты когда здесь малолюдно потому что учитывая здесь песок здесь очень много развлечений я думаю что летом здесь пернуть негде а вот она река вон видите вот там выходит то есть когда идут сели с гор здесь просто происходит сумасшедший выброс и цвет воды становится коричневый я сейчас пытаюсь взлететь видите расчехлил дрон но мне пишет что дрон находится в зоне авторизации взлет возможен только после разблокировки что это значит не знаю но есть догадка что из-за того то что рядом аэропорт он может быть блокирует и взлетать опасно из-за того то что ты можешь взлететь сейчас и он просто обратно уже не вернется он будет садиться в критической точке поэтому я сейчас быстренько почитаю что это может быть и только потом попробую взлететь а я еще такой знаете раскатал губу я чтоб ночью был видел как здесь все так светится красиво я думал сейчас поднимусь еще на дроне сюда приеду вечером покажу вам эту красоту как подсвечиваются бассейны какая-то обстановка это с 2 красная зона вот он ребята видите там приближается издалека сейчас вы поймете насколько это близко с получать здесь буквально в километре должны поменьше аэропорт стали как близко вот он прям над головами летит и вон туда вот заходит ну соответственно поэтому здесь красная зона который летать нельзя даже моему дрону который не нужно регистрировать для полетов так ребятки давайте мы с вами пройдемся вон туда пирсу посмотрим как морюшка потому что на таймпласте видно что она мутная попробуем пройти туда либо вон туда посмотрим как там слушайте ну жаль что мы летом не знали про это место и не приезжали сюда летом да здесь бы на наверно все движуха кайфовая мы здесь не гуляли ни разу короче вот это вот большая вся территория сверху она выглядит может найду картинку вставлю в общем здесь бары 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 кафе рис рестораны в общем полно полно всяких развлекушек и ночи здесь особенно сегодня сегодня суббота здесь все превратится такой движ посмотрите я вам покажу сейчас сцены или нет или это не цены что такое это массажа ну кому интересно почитайте кабинки функционируют слушайте короче знаете что можно сделать искупаться сейчас прямо пойдем купаться и попробовать водичка какая в конце ноября может на турист купаться смотри все функционирует потом переодеться ну кайф ну кайф вот это зимушка зима ну летом облагораживает наверно вот напишите в комментариях как здесь летом потому что внастики на мнение какое грязное грязное здесь грязное пойдемте с вами на мостик сейчас да водица мутная ни хера тут скользко короче можно слететь отсюда вот здесь так скользко ну вот видите муть но как говорится море плохим не бывает так вот такая вот ребята обстановочка вот такая блин я так хотел полетать так хотел мне сверху показать но увы он радиончик бежит чего упс ну я что могу сказать ну мне нравится мне конечно не нравится что здесь не ухожено все люди но администрация может беда не старается что здесь выглядело все кайфово конечно в сезон здесь просто стоят палатки вот этой все херни не видно но мне для того что я нахожусь здесь что такой ноябрь я от этого не могу не кайфовать но круто же посмотрите как классно он рыбаки рыбачат это здорово и хорошо пахнет рыбой фух то ли водрослями то ли рыбой опасный опасный мост грязненько видите водится там вообще их много раз два три шесть удочек да такой вот вот раз два три шесть удочек здесь мастец так вот я тут не был на этом месте а вы вот напишите кто здесь был а чё с этим мостом неужели вот так вот прям летом он выглядит или его застилают знаете мы когда были в турции это был октябрь месяц и мы получается попали прям под закрытие сезона это был город кемер и получается вот пирс из которых мы прыгали они были застелены такие искусственные искусственной травой пластиковой и как и под конец уже нашего там отдыха все начали сворачивать и убирать и все вот эти пирсы они превратились ну почти в такой же вид как как вот этот вот мне интересно у нас застилают чем-то или не застилают напишите пожалуйста в комментах слушайте ну смотрите вон один парень пошел купаться я вот думаю я вот еще все думаю идти или не идти вот так ну да вот это сделал в общем этот товарищ у нас уже вылез он так быстренько один аж вон куда далеко заплыл еще нормас в общем ребята подводя итог вот это вот пляж судя по карте он называется как я сказал жемчужина сочи но они видимо тут еще делятся летом да и каждый обзывает как хочет виноград им еще что то и это в адлере последний клочок земли и он достаточно кайфовый который без вот этих вот волнорезов то есть все дальше вот начиная с вот этого волнореза весь адлер но пожалуй даже дальше все сочи усыпано в этих волнорезах но они конечно несут большую роль потому что если бы не они то здесь бы просто все нахер смывало бы зимой когда сочи в сочи не сочи штормит а море в сочи штормит такая вот обстановка вот вылазит морж да молодец переодевалки превращаются видите что тут хранят подушки матраса ну одна свободна сейчас мы свернули с набережной и заходим в эти рядочки не удалось полетать поэтому давайте с вами ножками пройдемся и посмотрим как тут интересно так вот смотрите есть туалет кому надо вот тут видите кафе 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 да здесь конечно действительно целая проблема что нету нигде туалетов и ты как дурачок забегаешь во все кафешки когда тебе приспичит так это все атмосферненько не беги с палкой Родион черноморская кухня ну да здесь вообще здорово здесь здорово на любой берите да вкус и цвет есть различные кофе так здесь высажены пальмочки вот непосредственно если туда пойти вот по олейке то мы выйдем как раз на набережную реки все там начинается уже сам город вот так тут все высажено все красиво и интересно ну ночью говорю здесь абсолютно другая атмосфера да вот так здесь кайфовенько здесь вот стоит сценка здесь у меня недвиж проходит короче здесь ребята есть абсолютно абсолютно все что нужно для развлечений вон фонтанчики пойдемте к фонтану да Родион фонтанчики да Родион фонтанчики что такое у нас тут фонтан не 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 Родион вот так много всяких разных растений у меня вот прям глаз радуется нахожу все зеленое кайфовое молодцы Родион что оставили все так красиво так атмосферно вот не люблю зиму московскую а краснополянскую люблю я очень хочу туда попасть и вот мы снова попадаем к пляжу ребятки вот так это все выглядит много фото будто кстати тут о вон они что ребята мы тут с Аркадием Новиком вас приглашаем во все эти рестораны и выпуск подошел к концу поэтому кто будет заезжайте спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и напишите в комментариях куда мне еще сгонять может быть вместе вот с Аркадием прям сгоняем покажем еще какие здесь его ресторанчики есть да все пока 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 пока